Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангельц продолжает свою программу. Сегодня очень интенсивный день. Это уже четвертая подряд наша программа. В этот день повторник. И сегодня у нас долгожданный гость. Мы его ждали несколько месяцев, очень занятой. И это западный шаман Сергей Мельников. Сергей, здравствуй. Здравствуй, рад тебя видеть. На экране монитора прошло достаточно много времени. Где ты побывал, расскажи, для начала, что там было, что там интересного было, там, где ты был. Ну, для начала мы побывали в Тибете. Я открыл для себя новую часть Тибета. Восточный Тибет. Это Пик Ченризик. Это одно из святых мест, которое считается, ну, практически равным Кайласу, но только там иностранных туристов практически нету. Вот мы были единственной, по-моему, группой, которые, ну, не из Китая. Там китайцы в основном бывают. Ну, надо сказать, довольно интересное место. И там хорошее, настоящее место силы. Вот. И оно меня впечатлило. Я пока еще перевариваю результат. было это летом. Ну, а так, в принципе, в основном-то я ездил на различные семинары, тренинги проводил в различных местах, на Байкале. Байкал тоже в России такое одно из самых интересных мест. Остров Ольхон считается родиной всех шаманов. Ну, по крайней мере, тех, которые живут где-то там на территории России, в Сибири. Хотя некоторые утверждают, что это вообще родина всех шаманов вообще мировых. Вот. Ну, там тоже. Кстати говоря, вот остров Ольхон, по моим ощущениям, он по атмосфере чем-то напоминает Тибет. Там даже атмосфера, похоже, такой же засушливый и суровый в чем-то климат. Так, прохладно, вот, ветрено. Ну, и вот сама вот сила места, она в чем-то напоминает. Вот Тибет именно. И там вот есть несколько точек наиболее таких священных и наиболее мощных. Это мыс Бурхан и гора Жиму. Но если мыс Бурхан – это довольно известное туристическое место, оно находится прямо возле поселка Хужир, который находится на острове Ольхон, то гора Жима, она, ну, до нее целый день надо добираться. Сначала на машине, потом еще пешком несколько часов. То есть это, грубо говоря, целый день надо потратить на то, чтобы туда дойти, немножко там посидеть и вернуться обратно. И туда туристов особо не возят. Но только если повезет сильно. Но нам повезло, мы там побывали. Это остров прямо на озере Байкал? Да, остров на озере Байкал, он длиной 70 километров. То есть там, это обитаемый остров, там живут люди? Да, вполне обитаемый. И в последнее время он, опять же, становится все более туристическим. Вот поселок Хужир, главный населенный пункт на этом острове, ну, там он уже такой довольно большой, не знаю, сколько там людей, но я думаю, около тысячи человек там живет. И вот в сезон туристический, а сезон где-то с середины июля приблизительно, до конца августа, там приезжает довольно много туристов из разных стран. Вот мы когда побывали, но мы были не в самый разгар сезона, в начале самом июля, там мы услышали практически очень много языков, и китайский, и японский, и там и французский, и английский. То есть, со всего мира люди туда приезжают. То есть, это просто место силы, куда люди приезжают, кто-то почувствовать для своих каких-то реализаций, медитации и так далее, правильно? Да, кто-то просто отдохнуть, потому что там очень красивая природа, очень красивая краска, очень чистая атмосфера. То есть, считается, что там место, ну, одно из немногих на Земле с атмосферой вот именно такой чистоты, и признаком этого является какой-то там специфический лишайник, который растет вот на мысе Бурхан. Он растет только в особых условиях. То есть, там чисто вот природа сама по себе очень красивая, ну, и, конечно, энергетика, да. Ну, интересно, интересно. Ну, а куда дальше путь лежит у тебя, или ты пока остановишься? Ну, мы беседовали, я знаю, ты строишь себе, так сказать, свой очаг. Вместо того, чтобы люди переезжают в города обычно, ты это делаешь наоборот, переезжаешь из города. Ну, я ощущаю, да, что вот для моих практик природа, она гораздо сильнее подходит, и город мне как-то уже не настолько близок, как раньше, хоть я и могу, в принципе, жить в городе, не могу сказать, что прям плохо, но как-то вот к природе меня тянет сильнее. А в будущем вот я собираюсь в октябре на Кайлас поехать, но на Кайлас это такое место, которое вот, ну, полно сюрпризов, как минимум там несколько есть факторов непредсказуемых. Один из них – это китайское правительство, которое может внезапно закрыть въезд всем туристам, ничего особо не объясняя. Так что пока не доедем, не знаю, получится или нет. Ну, в принципе, вектор туда на Кайлас. Ну, как человеку, обладающими магическими способностями, я полагаю, так ты эти вопросы решишь с китайским правительством. Хотя у них много тоже там люди, которые… Я не один человек, который обладает магическими способностями. То есть, если они захотят закрыть, то они закроют. Я бы сказал так, что есть разные силы в этом мире, и мои магические способности по сравнению с ними могут быть весьма такими небольшими. Вот. И есть какие-то, как сказать, мировые процессы глубинные, а принять те решения, которые принимает правительство разных стран, это отражение этих более глубинных процессов. Так что здесь я полагаюсь на божественное проведение скорее, чем на свои магические способности. Ну, и на способности тоже. Ну, уже это номер два. Да, это помогает. Ну, на самом деле, мы знаем в истории, это описывается в истории, когда семь, по-моему, мастеров тайчи, они, взявшись за руки, сдерживали нашествие огромной армии людей, которые хотели вот туда попасть, в то место, которое они охраняли. Они это удерживали с помощью своих, ну, если не магических, то сегодня можно назвать так, с помощью энергетических своих способностей. То есть, просто стена стояла перед теми людьми, которые хотели куда-то пройти, и не могли они пройти. Сергей, у меня, мы беседовали до того, и обсуждали тему нашей беседы сегодня. Ну, давай мы от частного перейдем к общему. Мы, так сказать, находимся внутри. Как ты сам говоришь, твои способности, они все-таки вторичны по сравнению с теми способностями какой-то группы людей или каких-то сил, которым можно попытаться противопоставить что-то, но, тем не менее, сложно. Вот, что происходит в мире? Тенденции. Вот, мы как бы, как бы совершили уже квантовый переход. Как говорят, очень и очень многие. Неважно, 21 декабря 2012 года или когда-то в другое время. Но мы совершили. То есть, для нас он произошел, для многих из нас он произошел совершенно незаметно. Мы этого не заметили. День закончился, следующий день начался. Как ты видишь, куда, ну, так сказать, условно катится мир? Ну, я бы сказал так, что касается всяких вот мгновенных квантовых переходов, я полагаю, что мир идет своим чередом и без каких-то резких скачков. Но, тем не менее, я замечаю, вот чисто по ощущениям, да, что события ускоряются. То есть, сейчас многие процессы происходят гораздо быстрее, именно благодаря тому, что сейчас информационные технологии развиваются, сокращается время от изобретения до его внедрения и так далее. Но, помимо этого, ускоряется, можно сказать, и некий процесс мысли человека. И идет, можно сказать, некое раскручивание такого ментального поля. И в какую сторону оно будет развернуто, такие следствия и будут получены. И также в мире очевидны вот эти вот тенденции интеграции глобальной, когда граница с травм становится все более условной вещью. И в условиях этой интеграции и увеличивающегося потенциала на уровне сознания резко возникают всякие противоречия. Это, на самом деле, схоже с процессами чистки внутри организма человека, когда он входит в некое новое состояние. Вот в результате практик, например, человек достиг активизации энергетики. Первое, что происходит с его телом, это из него выходят шлаки, которые мешают этой энергии пройти. Также сейчас, когда человечество выходит на некий новый уровень осознавания, а это процесс, я думаю, не все-таки не мгновенный, выходит, вот, некий, можно сказать, информационный мусор и яды разного рода, которые проявляются как локальные конфликты, противоречия, нарастающие в обществе, так и какие-то противоречия внутри отдельных людей. Но это все наряду с процессом некого общего подъема. То есть, есть две вот эти глобальные тенденции, одновременно, да, роста и некие разрушительные, когда старые образцы, они уходят в прошлое. Но я думаю, что рост, он все-таки будет ключевым, ключевой тенденцией, вот, и это прежде всего, вот, рост самосознания, поскольку есть понятие информации, а есть понятие внутреннего знания, самосознания. Вот, современное человечество, оно оперирует, вот, информация уже достаточно хорошо, но, что касается вот этого внутреннего знания, знания себя и познания резервов собственного как бы тела, духа, познания себя как бессмертных существ, в этой области, я бы сказал, ну, человечество в целом не сильно продвинулось. Хотя в технологическом, например, мы не сравнимы, там, с 19 веком, но на уровне познания своей души очень много осталось от того же средневековья, хотя, конечно, на кострах уже не жгут, но некие представления религиозные, какие-то картины мира, они не спешат так поменяться, как технологии. И в будущем, я думаю, будет изменение именно сознания человека, в том числе под влиянием каких-то научных открытий и так далее. В этом, я думаю, ключевая направленность, которая будет развиваться. И, возможно, она будет подхлеснута какими-то внешними факторами, потому что есть несколько путей развития. Первый, можно сказать, путь с наименьшими страданиями, но он подразумевает достаточно хороший рост осознанности. То есть, чем быстрее человек осознает в какую сторону идти, как следовать своей душе, тем меньше страданий он испытывает. Есть другой вариант, когда человек свою душу не слышит, тогда через страдания, грубо говоря, он все-таки достигает нужного состояния. И эти процессы как на индивидуальном фронте происходят, так и на мировом. Вот. И, соответственно, возможны разные варианты. Либо цивилизация будет с трудом проходить этот этап трансформации сознания, либо с наименьшим сопротивлением. Это мне пока не ясно. Ну, если мы говорим о пути познания, сознания, то ты сказал о том, что, возможно, технический прогресс к этому, скажем, даст человеку возможность продвинуться на пути своего познания, только ли технический прогресс, поскольку ведь сегодня человеку, если он раньше куда-то двигался, куда-то там ходил, кто-то пытался там найти и так далее, и так далее, то сегодня он никуда вообще не двигается, как бы. То есть, ему элементарно просто сейчас прийти и сесть в состоянии, не знаю, не медитации, а в состоянии общения с интернетом, где он может все это, так сказать, найти, и даже вот мы с тобой сейчас беседуем, эти программы записываются, потом они, естественно, будут выкладываться в интернет. Так вот, с моей точки зрения, технический прогресс, если, опять же, вернуться в то время до исторических мамонтов, сатью югу, допустим, там совсем другие возможности были, и люди по-другому как-то, в общем-то, и общались, и технические возможности были другие. Не является ли вот этот технический прогресс на самом деле какой-то вот заменой того, что человек хочет сам что-то там двигаться по пути своего познания? Я бы сказал так, что технические устройства, это как некие костыли, для инвалидов, да, у нас нет телепатического общения, поэтому у нас есть компьютер, да, вот мы тут общаемся, и люди это слушают, хотя можно было бы, наверное, как-то просто телепатически это все передавать. Вот об этом я и говорю, то есть, во-первых, они есть, и просто мы о них не знаем, но если бы мы с каждым задались бы этой целью, мы могли бы их развить, и полагаю так, что сейчас таких людей, экстрасенсов, которые называют гораздо больше, чем они были когда-то, и полагаю так, и будет появляться все более и более, поэтому действительно это костыли, да. Я в этом уверен, да, что как раз будущее, оно за ростом сознания, но как, техногенный вот этот век, это как такой промежуточный этап, сначала учишься ходить на костылях, ну а потом, значит, их отбрасываешь, ну вот как человек, который после травмы, да, он не может сразу пойти, но сначала он на костылях ходит, а потом, я думаю, как бы эти костыли можно будет и оставить, наверное, когда-нибудь, по крайней мере, те технологии, которые мы сейчас можем вообще себе представить в принципе, там будут какие-то другие, но это, я думаю, дело отдаленного будущего, то есть, это не, даже не стоя, может быть, даже не 200 лет, хотя, кто знает, может быть, это произойдет и быстрее, но я полагаю, что сознание все-таки такая штука, она, как это, новый человек, нового человека создать сложнее, чем новый айфон, поэтому должно пройти гораздо больше времени, но я думаю, все к тому идет, и это, я думаю, со временем станет вопросом выживания, потому что, когда в руках у тебя, например, ядерное оружие, уже принципиально другое сознание должно быть, чтобы выжить, поскольку, если у тебя копье, ну там покидались копьями, да разошлись, а атомными бомбами так просто уже не покидаешься, там уже надо решать конфликты и учиться по-другому, а это уже изменение сознания, изменение позиции восприятия, вот, и, соответственно, я думаю, способности, они возможны и доступны человеку, но при условии изменения его внутренней позиции, это как минимум, и вот это изменение глобальное внутренней позиции, оно, я думаю, создаст предпосылку для таких возможностей, конечно, сейчас есть вот какие-то отдельные личности, обладающие там высшими ситхами, в том числе, может быть, даже не подверженные влиянию смерти, но у них своя работа, да, и по каким-то причинам это не становится массовым явлением, я думаю, тому есть веские причины, вполне возможно, что в будущем это будет массово, но это скорее отдаленное будущее. Хорошо, ну, на самом деле, существует ведических текстов, существуют сроки, и существуют циклы, и ты этим занимаешься, ты это знаешь, то есть, Калиюка, которая вмещает в себе огромное, как бы, под земным понятием количество лет, 432 тысячи, а прошло-то всего лишь там 5 с чем-то, и мы находимся сейчас в мини-сате Юги, которая будет продолжаться, опять же, по текстам, 10 тысяч лет, а прошло всего лишь 500 с чем-то, поэтому мы сейчас там находимся, дальше что будет через 10 тысяч лет, мы поглядем, да, для этого хотелось бы там вспомнить нашу задачу, которую нам предстоит, перейдя в следующее воплощение, осуществить. Скажи, пожалуйста, мы часть социума, да, и как мы не можем уйти и перейти в другие какие-то состояния, ты движешься в противоположном направлении, как основная группа людей движется, я имею в виду, ты переезжаешь из города в деревню, а в основном люди переезжают из деревни в город, Джек Лондон когда-то сказал, что уже третье поколение людей, проживающих в городах, крупных городах, они обречены на, они не выживут, короче говоря, то есть обратно, да, вот в другое состояние, то есть есть причины, почему люди, в общем-то, сейчас не будем об этом говорить, почему создались вот такие совершенно невероятные по численности населения города, на самом деле 10 тысяч все-таки было оптимальное количество людей, проживающих в городе вот в те ведические времена. Чем объяснить вот такую тенденцию людей, которые вроде бы должны обладать сознанием, а в городе совсем другое сознание, мы же это знаем? я бы сказал так, что действительно, на мой взгляд, будущее именно за децентрализацией, то есть по мере роста сознания и опять же технологии, в том числе перемещения в пространстве, жить рядом с магазином будет уже необязательно, да, то есть чтобы что-то делать и как-то выживать, я думаю, что будущее за этим, почему возникли именно города сейчас большие, я думаю, это связано с тем, что у человека недостаточно вот этой внутренней опоры, ему сложно вообще перенести одиночество, плюс, я бы сказал, есть привязанность к определенному там комфорту, ну, грубо говоря, лень, вот, как сейчас говорится, лень двигатель прогресса, и в большой группе гораздо больше возможностей халявы, да, чем когда ты один на один с природой или когда ты в маленькой группе, вот, и я бы сказал, вот именно за некой возможностью жить максимально комфортно с наименьшим количеством усилий, это и есть одна из причин, почему возникают города, то есть, в их основе, вот, по-моему, ну, это одна из главных мотиваций, да, вот, в основе, сейчас есть другая мотивация, быть в гармонии с природой, и это тоже порождает поселение, называется эко-поселение, да, вот сейчас, но я бы не сказал, что они тоже совершенны по своей сути, но, по крайней мере, это нечто другое, то есть, у людей тогда другая мотивация, не достичь максимального физического комфорта с минимальным количеством усилий, а достичь максимальной гармонии с природой и с самим собой, вот, вот эта мотивация, она в том числе порождает другие ситуации и другие виды поселений, которые сейчас пока, ну, они не играют определяющие роли, но, возможно, в Буду именно за ними будет основная как бы сила, просто есть еще такой феномен, я бы назвал это массовое сознание, вот, как кто-то сказал, что разговариваешь с одним человеком вроде нормальный умный человек, но когда их собирается стоп, все невменяемы, вот, там, какие-нибудь демонстрации там идут и беспорядки устраивают и так далее, грубо говоря, вот это вот некое массовое сознание, это как такое своего рода существо возникает в этом месте, да, и живущее по своим законам, а эти законы, они в основном там основаны на вот ну не только на достижениях человечества, но и на неких, так сказать, установках не самых лучших, то есть, то словно говоря, определенный слой ментала и определенный слой сознания и эмоций, вот, и вот в этом диапазоне возникает такая структура, которая с одной стороны поднимает человека от животного состояния, да, но с другой стороны не дает ему прыгнуть выше, как сказали, как говорили древние греки, вне полиса либо бог, либо зверь, да, то есть, можно уйти из города и не вырасти, а наоборот одичать, да, оставить, вот как дикие племена какие-то, да, но с другой стороны человек может выйти из города и наоборот начать развиваться, поэтому города, это опять же такая, на мой взгляд, промежутка фаза, когда люди поддерживают друг друга, в том числе поддерживают определенный уровень разумности, а вот когда ты один в лесу, вот этот уровень разумности часто поддерживать бывает сложнее, с другой стороны, если вот этот внутренний источник есть, то есть, человек нашел какой-то, ну, более сильный контакт со своей душой, более глубокое осознание у него начинает развиваться, то в этих условиях ему как раз хорошо, и особенно с подобными ему, если скооперироваться, то вот возникают какие-то группы и поселения, уже в основе которых совершенно другой посыл. Да, хорошо, а не считаешь ли ты, что людям не просто, им так кажется, да, понятно, когда все несут одно бревно, как на субботнике, можно сочкануть где-то там, мечтаешь ли ты, что люди передвигаются туда, это есть какая-то программа свыше, сверху, которая подчинена тому, чтобы вот еще более усилить вот этот вот дисбаланс между природой и искусственными какими-то вещами, потому что это все искусственно, и то, что материалы из чего это состоит, если можно так выразиться, этот город и так далее, ты к природу, ты копаешь себе колодец с чистой водой, а там, понятно, водопроводная вода какая, читал я Стерлигово, где он говорил, в ресторанах все те же самые фекалии, только, так сказать, кипяченые, поэтому, да, поэтому вот кто-то, какая-то сила есть, которой человек пока не может сопротивляться и он двигается, то есть наступит такой момент, казалось бы, ну если по-другому нельзя, если человек, как говорил Жванецкий опять же, что с ним не делаешь, он упорно ползет на кладбище, поэтому вот что-то должно произойти, когда люди начнут, скажем там, уходить из города, ну, мало ли, всякое может произойти в этом мире, как ты считаешь? Вопрос интересный, какой фактор может возникнуть? Я бы сказал, что главный фактор, на мой взгляд, это внутреннее состояние, второй главный фактор это выживание, то есть, когда в городе будет выжить сложнее, чем на природе, а если, допустим, будет процветать вот эта вот промышленность, которая внедряет всякие вредные добавки, там и так далее, то люди все меньше будут этому доверять и больше доверять какому-то своему мелкому хозяйству, как это вот в России, наверное, это одна из таких черт, когда люди, как бы, они ведут какое-то свое хозяйство, дача, да, дача российская, одно из российских таких явлений, когда люди сами со своего что-то едят, вот, а поедят чуть-чуть из магазина, как-то это не всегда хорошо на них сказывается, вот, если эта тенденция будет развиваться, то она будет способствовать тому, что люди начнут отходить от городов. Я хочу тут, так сказать, внедриться в это, и я задал этот вопрос не случайно. Дело в том, что, скажем, у нас, на нашей территории понятие дача, это очень относительное понятие в Соединенных Штатах. Более того, существуют определенные структуры, которые не позволяют иметь эту дачу и всяческим образом гнобят, так сказать, натуральное хозяйство. К примеру, молоко и те самые коровы, которые на Востоке, в Индии, в частности, считаются священными животными, и на это есть причины, на это есть основания, и это все нельзя никак скрыть. Категорически ведется, да и везде, не только в Соединенных Штатах, ведется целенаправленная борьба на уничтожение этих священных животных и на то, что пить молоко категорически запрещается. А что делает молоко? На самом деле, это не продукт для переваривания, молоко очищает тонкие ткани головного мозга, то есть делает человека разумным. Ну, так по ведическим текстам, так говорится в Айурведе и так далее. Кому надо быть разумным? Да не надо быть разумным сегодня, потому что если человек неразумным, им легче управлять. вот, генетически модифицированные продукты, мы это все знаем, более того, есть какие-то там, не знаю, факты, не факты, слухи о том, что в воду добавляются определенные там, не знаю, какие-то вещества, которые человека в том числе, ну, если не зомбируют, то что-то с ним делают. то есть существуют какие-то вот силы, которые этим процессом почему-то управляют. Ты считаешь это несправедливо, нет таких сил, или если да, они есть, и для чего это может по-твоему происходить? Как я ощущаю, силы есть всегда и есть некие поля возможности в мире, вот, и я полагаю, Сергей, извини, я прерву для наших радиослушателей, у них могут быть в том числе и всякие теперь способности. Да, я хотел прервать, почему, как только мы начали говорить об этих силах, у нас сразу так до сих пор все, и картинка была на месте, и, в общем-то, ничего не прервалось, видите, значит, есть силы. То есть, я через слово слышал, это может быть, тогда не стоит об этом говорить? Может, они как раз себя показывают сейчас? Ну, не знаю, я думаю, что есть, конечно, то есть, и за правящими элитами сейчас, я думаю, стоит, стоят некие возможности, не только о которых мы знаем, в приоритетном смысле, то есть, можно сказать, стоит некая магия. Но, сам факт того, что это стало возможным, да, это заслуга, в том числе, самого человечества, на мой взгляд. То, как, как сказать, как каждый народ заслуживает то правительство, которое им правит. То есть, было бы человеческое сознание более совершенным, была бы другая система управления. Соответственно, я бы сказал, выход здесь в том, чтобы менять себя изнутри. Вот, тогда просто все эти системы управления, которые побуждают экономические кризисы, там, войны и так далее, то, что войны тоже процесс выгодный, достаточно. Вся эта система, она просто перестанет быть эффективной. А значит, ей на смену придет какая-то другая. А если воевать силами, не меняя вот своего внутреннего состояния, то, по сути, это будет еще одна война. Война на том же уровне, и в лучшем случае, тот, кто победил, наверное, не развить. Я думаю, что будущее за тем, что люди будут заниматься больше своими какими-то практиками, самосовершенствованием, а не просто выживанием и потреблением. То есть направлять свою энергию больше на усиление проявленности своей души. И если при этом приобретать массовый характер, то тогда это изменит мир. Да, я абсолютно с этим согласен, естественно. Это для меня такое вот... Да, мир наше отражение, и мир это как такой многослойный пирог, то есть на одном уровне, одно мы видим, на другом. Уэ, вот. Ну, правильно, на самом деле, я подтверждаю в том плане, что для этого мы, собственно говоря, и общаемся. Для этого у нас существует центр наш, и существует это интернет-радио, где мы даем информацию. Если мы говорим о правительстве, то я не имел в виду, кстати, правительство, потому что, если существуют силы, то эти силы существуют, и они гораздо выше всех в правительстве и так далее, в мире цикл должен завершиться. И что такое земные какие-то законы, которые... Они земные, они действуют на земле, они действуют внутри каждого человека, это все понятно, их надо соблюдать, мы живем в этом мире, материальном мире. Но существуют какие-то высшие законы, которые никому не следует нарушать, потому что могут быть проблемы. Ну вот мы от общего теперь тогда должны уже перейти к частному. Ну, на самом деле, вот ты обратно, так сказать, на природу, к природе, и создаешь то место, где ты собираешься жить, и где ты собираешься заниматься своими реализациями. Ты считаешь, что твоя миссия, конкретно твоя, Сергей Мельников, миссия в том, чтобы самому развиваться, в том, чтобы помогать других делать это вместе, параллельно, и ты считаешь, может быть, о том, что сознание, опять же, общее сознание, вот это Грегор, ну, мини-Грегор, который, допустим, будет находиться в том месте, где ты будешь проживать, он поможет и тебе совершенствоваться. Ну, так, вроде бы так должно быть. Как ты отвечаешь на этот вопрос, пожалуйста? Да, картинка замерзла у нас. Давайте мы попробуем перезагрузиться. Не знаю, слышал ли меня Сергей, но я его уже не слышу. Да, безусловно. Я считаю, что есть такой интересный эффект, который ученые назвали эффект сотой обезьяны. Когда они научили на каком-то острове 90 обезьян мыть фрукты, вот, то, ну, просто 90 обезьян на этом острове мыли фрукты. А когда они научили 100 обезьян мыть фрукты, то все обезьяны на всех окружающих островах начали мыть фрукты. То есть, вот этот навык, он передался без прямого контакта физического. Это перешло в некое, можно сказать, видовое сознание. Также, я думаю, если какой-то эффективный навык контакта со своей душой, который действительно востребован на данном эволюционном витке, он достигнет, скажем так, сознания определенного количества людей, то автоматически, в конце концов, он станет доступным всем. Даже если не все напрямую этому обучались. И я думаю, тут можно говорить о каких-то там процентах. Махариша говорила об одном или пяти процентах. Есть разные сведения, но суть именно в этом, в том числе, когда возникает вот это вот нужное количество людей, которые находятся в определенном состоянии, это оказывает довольно мощное влияние на всю реальность. И в этом, я думаю, смысл высказывания Серафима Саровского, святого, значит, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. То есть, если занимаешься саморазвитием, помогаешь в этом другим, то в итоге это повлияет и на тех, кто напрямую с тобой никак не связан. Ну, совершенно справедливо. На тему сотой обезьяны, я, правда, сказал, что 108 обезьян, ну, так сказать, привязать это к сакральному числу, но мы буквально несколько дней тому назад на эту тему говорили еще с одним человеком, который у нас выступает, и это действительно есть такой эффект. И Махариши, действительно, он, когда был факт, не помню, в 70-х годах, когда проходила генеральная сессия Ассамблеи Организации Объединенных Наций, то съехались люди, пригласили людей, которые медитирующие, и они, ну, там было, говорят, 15 тысяч человек, кто где жили в Вашингтоне, кто где жили, кто-то в палатках, кто-то в гостиницах, кто-то еще где жил, но, во всяком случае, во время этой молчаливой медитации, то есть, мир, это было посвящено миру, количество преступлений в самом Вашингтоне сократилось очень значительно, более того, было зафиксировано, но, опять же, кто-то этими вопросами занимался, кто-то это исследовал, в Соединенных Штатах был тоже определенный процент, более того, на какую-то долю процентов, совпадение или нет, не знаю, но сократилась преступность во всем мире, то есть, такой эффект существует, более того, люди собираются, медитируют, и были факты очищения воды, и участки воды в том месте, где собирались медитирующие люди, в России, кстати, я читал об этом, это интересный, интересный факт, Сергей, ты, когда, ну, закончишь свой проект, переезда, будем так называть, и туда смогут, полагаю, так, ты будешь приглашать туда людей, которые будут, ну, которые захотят двигаться по пути познанию, это правда? Я думаю, что да, но сейчас пока непонятно, как конкретно это будет выглядеть, как минимум, в этом месте я буду работать над собой, я уже заметил, пожив там несколько месяцев, что практики там идут лучше у меня, и вообще какое-то новое состояние, вот, ну, и потом, когда, да, разберусь там со своими, так сказать, бытовыми делами, думаю, будут туда приезжать люди, но может быть, не прямо в дом в этот, может там на всех просто места не хватит, а где-нибудь рядом, там, в Крыму, ну, может быть, и прямо у нас на участке можно будет что-нибудь сделать, то есть, в любом случае, я вижу смысл, в том числе, своего, так сказать, данного плащения, делиться теми знаниями, которые ко мне иногда приходят, вот, или которые были заработаны в результате опыта, и я думаю, это будет развиваться и в Крыму тоже. Сергей, я хочу напомнить, дорогие наши радиослушатели, о том, что мы беседуем с Сергеем Мельником, западный шаман, и у нас одна из достаточно редких встреч, поскольку Сергей очень часто бывает в разъездах, и вот, так сказать, мы его, мы договорились, что в это время, вот, некоторое время, которое он более-менее свободен, он посвящает нам интернет-портал радиоцентра «Сангейтс», и цель нашей программы это беседа, во-первых, это формат такой, во-вторых, это та информация, которая, возможно, поможет человеку на пути его познания, мы три едины, это мы знаем, body, mind, spirit, или тело, дух, душа, или тело, ум, душа, не имеет значения, поэтому мы начинаем, так сказать, с тела и двигаемся вверх. Сергей, наверное, последний вопрос перед тем, как мы закончим, твои личные реализации, они идут по нарастающей, ты не останавливаешься в своем понимании, вот, скажем так, несколько лет назад, будучи там, допустим, опять же, я возвращаюсь в школу, там, где ты занимался магией, было, вот, ты себя чувствовал вот таким образом, потом, какое-то время спустя, ты чувствовал себя другим образом, ты постоянно ездишь, ты бываешь в местах силы, естественно, это все откладывает свой отпечаток. Как сегодня ты себя чувствуешь на пути своего духовного развития? Я бы сказал так, что чем дальше, тем больше я ощущаю внутренней гармонии, это для меня главный показатель, вот, если сравнивать с тем мной, который был, например, 10 лет назад, и то состояние, в котором я нахожусь сейчас, разница довольно ощутимая. И раньше у меня была позиция, что необходимо было как-то влиять на этот мир, чтобы он изменился под мои нужды. Вот, и сейчас наоборот, мне нужно менять себя, чтобы соответствовать нуждам мира или неким нуждам мирового духа. И когда ты соответствуешь вот этой вот душе своей, то получается, что тебе нужно прикладывать меньше усилий, меньше возникает внутренних противоречий, а значит возрастает и эффективность. То есть, когда-то, когда я начинал вот этот свой путь, тогда помню, чтобы там кому-то что-то рассказать, я требовал очень много энергии, там, то сейчас, в моем новом состоянии, скажем, работа с большими аудиториями, с какими-то энергиями и практиками, я мог гораздо больше удерживать концентрацию, какие-то совершенно новые состояния, и прямые знания ко мне приходят, тогда как раньше, в основном, я черпал знания из каких-то внешних источников, будь то школы, книжки и так далее. Ну, я бы сказал, возросло влияние мысли на окружающее пространство, и все больше оно, можно сказать, прямое, потому что есть вот всякие магические техники и ритуалы, которые это влияние призвано усилить, будь то арканы, или какие-то формулы, там, и так далее, а есть просто прямое действие мысли, ну, и, конечно, это вещь обоихдоострая, то, что-нибудь не так подумаешь, что же, последствия не оберешься, то есть, я замечаю вот эту возрастающую связь мысли и реальности, и вот возрастающую в том числе связь личности и души, и все больше я осознаю вот некую бессмертную суть, которая лежит в основе вот этих меняющихся явлений, меняющихся личностей, потому что на первых этапах для меня была в том числе одна из главных целей, это воспоминание прошлых жизней, в том числе как доказательство, вот есть это или нет, на самом деле это так или нет. Сейчас у меня другая позиция, сейчас я ощущаю, что есть нечто большее, чем опыт каких-либо личностей в прошлом или в будущем, это сам дух, тот, кто не рождался и не умирал, тот, кто никогда не был вовлечен вот марию, можно сказать, наше естественное состояние, то, что называется вот в йога-сутрах, естественное состояние вне формы. Вот сейчас основное, вот сосредоточено на вот, вот в этом направлении, и когда я начал в эту сторону двигаться, все значительно упростилось, вот понятие простоты, оно приобретает совершенно новую глубину, раньше все было сложнее и запутаннее, сейчас все проще, яснее, гармоничнее, в целом примерно так. Ну, к тому же, я еще избавился от своих некоторых заболеваний, у меня с детства была аллергия, вот, но, в результате практик, она наконец-то, по-моему, сошла почти на нет, остались только какие-то маленькие. Остаточные явления, да? Остаточные явления, да, вот, ну, главное, конечно, это вот внутреннее состояние, а внешнее отражение внутреннего и вокруг меня ситуации стали гармоничнее, стал я как-то по-другому воспринимать вообще мир в целом. Хорошо, а Сергей, ну, наверное, нам пора заканчивать нашу программу, у тебя тоже время очень ограничено, я это знаю, ну, если, вот, обратиться к нашим радиослушателям, нас сегодня, сейчас слушают люди, и нас будут слушать еще больше, когда программа уже появится в социальных сетях, то есть в Ютьюбе и в Фейсбук, те, кто подписаны на наши каналы, они сразу получают эту информацию, программа уже вышла. Более того, я сейчас стал более активно, так сказать, это делать в русском социальном нетворке, называется, в контактах, правильно? До сих пор я это делал только в Фейсбуке. Сергей, вот ты чувствуешь эту связь, и все больше и больше яснее, более того, ты можешь воздействовать, и получаешь прямые, скажем, контакт, прямые, ну, будем говорить, высшие силы, информацию. Но те люди, которые еще не дошли до этого, и которые хотят этому научиться, они не могут постоянно находиться с тобой, скажем, в контакте, чтобы ты им им подсказывал, как это делать. И вот, получили они какую-то информацию, то есть, в той самой Майи, они получили информацию. Бывает такое. Им показалась эта информация достаточно объективная. На самом деле, это какое-то, может быть, заблуждение. То есть, они не знают, это правильная информация или неправильная. Что бы ты мог пожелать твоим будущим ученикам, теперешним ученикам или просто тем людям, которые хотели бы каким-то образом выйти на уровень понимания самого себя? Я бы сказал, что главная сила, которая влияет на то, как пойдут события в области познания, это мотивация. То есть, что человек хочет, то он и получает. Если человек хочет по-быстрому, значит, освободиться от всех страданий, то есть, некое, можно сказать, желание, такое халява, то, на чем делают деньги казино. Такое сознание дырака, что один правильный ход и все, ты всю жизнь не работаешь. Вот, соответственно, если человек ищет каких-то супербыстрых методов, то, соответственно, он и получит некий обман и заблуждение. И здесь главное не быть слишком лично заинтересованным, слишком эгоистичным. или там озабоченным какими-то страхами. То есть, первое, что нужно сделать перед тем, как оценивать ту или иную информацию, это очистить свой ум. То есть, прислушаться к себе, осознать свои истинные мотивы, что нами на самом деле движет. А уж, соответственно, что нами движет, то мы и получим. Поэтому, первый шаг на пути, это вот часто, кстати, вот именно в йога-сутрах говорится, что это принципы ямы и не ямы, то есть определенный образ жизни, который гораздо важнее той информации, которую мы получаем, важна именно кем мы являемся, как мы живем. И один из этих принципов, в данном случае, я думаю, один из наиболее важных, это правдивость. Прежде всего, перед самим собой. И если человек правдив, то в конце концов, через все, так сказать, свои заблуждения, он пройдет и внутри себя найдет некую ниточку к своей душе. Это, как правило, просто некое чувство, некое чутье, или то, что называется внутреннее развлечение. И потом уже внешне отразит внутреннее, в той степени, в которой человек это осознал. То есть, ухватившись внутри себя за эту ниточку, у него появится шанс найти, в том числе, и какую-то внешнюю поддержку этого своего состояния в виде того или иного учения, той или иной школы или учителя, который, в свою очередь, тоже будет являться в чем-то отражением человека, или он может дать то, что человек может усвоить на данном этапе. То есть, я бы сказал, что, во-первых, на самом деле, сейчас в эру интернета, даже если ты далеко, ты, по сути, к информации доступ можешь получить. Единственная проблема, вот именно доступ к себе получить. Небесная сеть, связи со своим духом, это только через практику. То есть, по большому счету, знания можно разделить на две категории. Первый – это поверхностные, которые можно узнать и прочитать. Глубинные истинные знания, они только через практику достигаются. Так что, я бы советовал подходить практически, менять свой образ жизни и следовать зову духа в жизни. В мелких своих, в том числе, бытовых делах, не стремиться сразу стать просветленным или каким-то великим сихом, что часто окрашено вот неким желанием доминировать и так далее. А стремиться реализовать свою душу, чтобы это было истинной мотивацией, да, не напускной, не самообманом, а вот сделать это действительно основой всех своих действий. тогда душа откликнется и в том числе внешние ситуации изменятся и человек сможет шагнуть на новый уровень существования, самореализации. Ну что ж, спасибо большое, Сергей. На самом деле, вот первые два восьмиступенчатая система йогов, йога-сутра-патанджали, это и есть яма-нияма, то есть, это изменение своего образа жизни, то есть, это очистка самого себя от ненужного. Это так, когда мы, скажем, в огороде пытаемся, что такое посеять, прежде надо выполоть. Вот надо выполоть то, чего нам мешает воспринимать эту информацию. Поэтому йог и мудрец Патанджали это и поставил на первое место то, что называется на санскрите яма-нияма. И, дорогие друзья, мы повторю, беседуем с Сергеем Мельниковым, заканчиваем эту программу. Я уже камеру свою включил, Сергей, возможно, включит. Мы как только ушли от каких-то там сил, которые доминируют над нами, у нас интернет сразу работает нормально. то есть, надо к информации относиться с осторожностью, в том числе, да, в том числе и к этой информации, которая у нас сегодня звучит в эфире. Поэтому обычно радиостанции делают такое, то, что называется на английском языке дисклеймер, а радиостанция не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире и не всегда согласны с их мнениями. Но у нас интернет-портал это не радиостанция. В полном понимании этого слова мы общаемся в интернете с очень интересными, реализованными людьми, и я читаю отзывы о этих людях, и они, как правило, практически все всегда очень положительные. Поэтому призываю вас, ну, или, так скажем, вот это, воспользоваться этой информацией, конечно, если вы хотите. Сергей, огромное спасибо. Мы потом пообщаемся и решим, когда у нас будет следующая программа в соответствии с твоим расписанием и нашим расписанием, разумеется. Ну, а сейчас, да, успехов и всех благ в познании самого себя это то, чему вот сидит у меня рядышком партнер, аватар, которому я пытаюсь и все мы хотели бы соответствовать. То есть, это именно познание самого себя. Всех благ. До новых встреч. Всех благ. Всего наилучшего. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.